Всем привет! Сегодня суббота. Леночка торопится, потому что я ее разбудила в 9.30, а у нее в 9.30 театр. Его не отменили. Она сказала, мама, даже с опозданием можно я пойду? Можно, конечно. Хоть какое-то развлечение ребенку. Она довольна. Папа ей разрешил на переднем сиденье сесть. Тут ехать 2 минуты буквально, поэтому ничего страшного. Блин, не театральная школа, а тюрьма какая-то с этим ковидом. Сетки, заборы, блин. Полиции не хватает только. Где она там? Он говорит, она падала назад. У них сегодня было упражнение, чтобы назад падать. И говорит, вообще не боялась. Я говорю, так мы дома так делали. Доченька, поехали в русский магазин. Поедем? Дочь? С утра такой забег, блин. То одно, то другое. Я даже опоздала. Пришла за дочкой позже, чем все остальные. Сейчас ездим в русский магазин, купим всяких вкусняшек. И потом... О, собачка! И потом у нас будет собачка. Честно. В 14 часов у нас будет собачка. Привет! К нам тоже собачка сегодня приедет, помнишь? Маленькая щихуахуа. Скажи щихуахуа. А на французском? Щива-ва. Вот так. Щива-ва. Обещают дождь. Если будет, ну и ладно. На сегодня мы практически все сделали. В магазин русский съездим. И собачку примем на выходные. И все. Кстати, сегодня я без платья. Потому что оказалось, что они все в стирке. Что я хотела сказать. Знаете, что в среду, если вы видели, у меня была конференция. И меня выбрали... Как это называется-то на русском? Консей-женераль. Ленечка, как сказать консей на русском? Советчик. Советчик. Вот. Советчик. Советчик в нашей театральной компании. Так что я теперь этот консей-женераль. Ну, а пока в русском магазине. Слушай, это собака. Она без никого бегает там. Я не видела хозяева. Может, она потерялась? Давай посмотрим. Что за фигня? Опять желтые жилеты? Делах. Кто Делах выгоняют? Кого выгоняют? Не нас ли по наехавших во Францию? И такое может быть. Не полипа, а полетаем. Москва-маркет. Мы не можем. В магазин, когда заезжаем, обязательно пломбир берем. Я взяла полтора килограмма пельменей. Надеюсь, на нас это хватит. Потому что с пельменями у меня реально... У меня вообще с геометрией, с математикой плохо. А с пельменями это вообще просто ужас. Взяли пельмени, майонез, а все русское. Конфеты и шоколад. Конфеты и шоколад, да, еще взяли. И еще взяли колбасу. И еще что? И семечки. Я вам как-нибудь покажу, как я их ем. Это очень противно. Но очень вкусно. Косичку сырную точно. Правда? Подожди. Приятно. На. Ввела немного конфеток. Это чтобы с Дианой поделиться. К ней подружка сейчас приедет. Ко мне подружка и к ней подружка. Я сказала, хватит дома сидеть. Ну что же это такое? Нельзя ни с кем не встретиться. Ни куда-то сходить. В общем, сегодня мы едим целой кучей пельменей. Купила полтора килограмм селени. Майонез. Купила приправу к шашлыку. Сады полюши шашлык венамок. По барбекю. А, придешь взять? Ну. По барбекю взять. Патиссоны. В прошлый раз их не было. Поэтому я взяла какую-то банку, где была парочка патиссонов. Потому что это были огурцы. Но там было два или три патиссонов. Но я люблю прям вот такие огурчики малосольные. Маленькие малосольные огурчики. И все. И девочки. 47 евро. Та-ра! Ну, может, ты получила какой-то это, бейби посылку. Маленький какой-то. Что в этой бейби посылке? А в этой бейби посылке вот что. В общем, знаете, что это? И нет, это не электронная сигарета. Это новинка, про которую я должна сделать рекламу у себя на французовом канале, в инстаграме и прочем. Это. Смотрите, здесь прям написано внизу. Мелатонин. То есть ты его вдыхаешь через такую трубочку, как сигаретка такая. Вдыхаешь этот мелатонин и засыпаешь. Вот до чего техника дошла. Может, мой сын, конечно, по паспорту и по языковому обращению француз, но по пищевым пристрастиям русский. Вот, кстати, я ему сделала такое сало с хлебом, огурчик малосольный. Как это? Патиссон. Спрашиваю, вкусно? Да, вкусно, вкусно. Я его просто решила сейчас покормить, потому что ему на футбол. Леночка, прекрати есть шоколад, пожалуйста. Наташа тоже пришла. А теперь тебя все знают. Меня? Да. Я же про тебя рассказала. Тоже пришла, говорит. Так, а я в русский магазин заскочила. Чай. Трубочки. Ну, это, наверное, не очень русское, но все равно. Сгущённое молоко. Прямо так и написано на русском. Сгущённое молоко. И торт. Пражский. Прага. Аш, гулять-то гулять, да? Давай сегодня наедимся так, чтобы потом на диете сидеть месяц. А, кстати, по поводу этого, как это назвать, сала или мяса. Жижука сказал, можно я попробую? Говорю, попробуй. Смотрите, половину попробую. Я пельмени в бульоне варю. Не знаю, много это или мало. Ты так смотришь и вроде думаешь, блин, это ж, наверное, на целую армию. А нет. Посмотрим же, что получится. Еще и по русским обычаям в бардак сразу на столе. Мы тут и пельмени, и торт поели, и всякие закуски. Как это называется? Маринады, маринады. И чай пьем. А мне Жижука говорит, когда я сказала, что ты придешь, он мне говорит, так надо какую-нибудь вина купить. Я говорю, это русская подружка, мы чай пьем. Чай, водки, водки. Вот, а у нас есть, кстати, бутылка водки. Кто-то ему принес бутылку водки. Горбачев, Горбачев. Так, кот уже вылез из-за телевизора. Он такой, что это, опять вы здесь натворили? А что мы натворили? Мы взяли собачку маленькую. Но это только на выходные. Что ты там ходишь? Что это за собачку такая ходит? Спарк? Мом-ти-сё, мом-ти-сё. Он ещё пока боится. Его только-только оставили. А ты, может, это не камерамен вообще-то, да? Или ты думаешь, что я не фотогеничен? Или ты камеру не любишь? У него такое смешное лицо. Ты мой хороший собачка. Не бойся. Боится, бедненький. Ты боишься, да? И кусаться уже пытался, да? И кусаться уже пытался. Ну, ничего. Всё выйдет хорошо. У нас тут пельмени русские есть. Если маме не расскажешь, покормим. Тебе пельмешками русскими. Русскими? Да, а точно, водка же есть, говорю. И вечером отсидать не будет. Ну. Мне тут муж притащил вот такое вот одеялко. Ну, я смотрю, девочки очень хотят тоже. Садитесь, я вас накрою. Садитесь. Садитесь. Ну, да, и вместе тоже. Вы сядьте нормально. А я накрою. Видишь, ничего не сказал муж. Муж зашёл, увидел собаку, ничего не сказал. Удивился, но ничего не сказал. А кот в шоке не сказал. А кот, да, он пока ещё... Давай. О-о-о-о. Укрывайся. Можешь ещё подожди, я подушечку вам дам. Дай подушку. Не, не, я не хочу подушку. Не хочешь подушку? Нет. Это пижамка, что ли? А ну, иди, покажись, покажись. Офигенская. О-о-о, ты такая классная в этой пижамке. Я тоже такую хочу теперь. Классная. Это ты выбрал или... А, сыночек, он пока ещё боится очень и кусается, да. Это мальчик. Он боится и кусается, да. И лапер, и льмор. Ой, теперь понял. Я несколько раз сказала на русском. Он такой, ага, понял, понял. И сам руки тянет. Я ему на французском сказал, что кусается сразу. Ну, блин, одеялки повсюду, собачки повсюду, игрушки повсюду. Но ужин по расписанию. Сегодня муж приготовил... Что он приготовил? Это что за мясо? Это что? Для неё. А, ягнёнок. Картофель, лук и салат. Ну, а мне без картофеля. Зато чеснок, который я люблю. Так, приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Собачка на неё нагавкала, а она теперь обиделась. Едит такая. Красивая, в пижамке своей. Ничего муж не сказал. Просто зашёл, увидел собачку, сказал, о, у нас новый жилец. Ничего не сказал. Да? Потому что хорошенький, поэтому. Да? Да. Какая-то хорошенькая, что хорошенькая. Какая-то очень классная. Рая-рая-рая-рая-рая. Рая-рая-рая. Субтитры создавал DimaTorzok